Сергей, тогда такой еще вопрос, часто непонятно с чего начать, мы видим, как разные спикеры представляются, начинают, и вот наша тема сегодняшней встречи такая-то, и вот почему, и вот я недавно слушала где-то какой-то вебинар, случайно включила, почему я вам об этом рассказываю, я такой великий там спикер ТД, и вот зал уже, вижу, отвалился на половину к третьей минуте, когда он рассказывал, какой он спикер, но он сам умирающий голосом, этот спикер что-то говорит, вот как сделать так, он может быть от страха, может быть совсем не умирал, потому что когда мы боимся, мы иногда просто очень тихо начинаем говорить, такое бывает, вот как вот начать вот свой доклад или выступление, ну то есть даже прямой эфир в Инстаграм, на самом деле все равно, да, так, чтобы аудитория сразу нас не покинула еще до того, как мы что-то расскажем. Да, действительно, есть, ну например, метод пяти слов, когда ты даешь себе обещание, что первые 30 секунд ты говоришь предложениями, в которых не больше пяти слов, аллергия, каждый из нас слышал, и многие из нас даже видели. Как лечить? Чем лечить? Как ставить диагноз? Чувствуете, да? Я задаю короткие вопросы, иногда в моих предложениях одно слово, например, аллергия. Вот, поэтому метод пяти слов, дай себе тему и накидай 5-7 предложений, в которых меньше пяти слов, это точно зайдет, потому что ты не будешь говорить длинно и, следовательно, ты будешь говорить интересно. Второе правило – это все-таки вы фокус, вы совершенно верно сказали, многие увлекаются представлением «я такой, я сякой». И здесь проверка простая. Наговорить речь и посмотреть, сейчас же есть многие программы «речь в текст», да, ты просто ее наговорил, программка превратила в текст, то, что ты наговорил, посчитайте там количество местоимений «я», «мне», «моё» и количество местоимений «вы», «вам», «ваша». Если там «я», «мне», «моё» больше, чем «вы», «вам», «ваша», значит, у вас неправильный фокус внимания, его срочно надо менять. Я прямо, подождите, я вам должна задать вопрос. То есть, я вам представляюсь, я у вас не училась, если что, ну, как будто бы, да, не просто расскажете, какие-то вопросы задаете. Я вас представляю, если говорю, я Анна Сломахина, я, там, не знаю, там эксперт по тому-то, тому-то, я тому-то, а где здесь вы? Откуда здесь в моем представлении для вас? Кто я? Можете быть вы вообще? Да, Ань, смотрите, вы же спросили, с чего начать речь, да, а не как представляться. Поэтому я сейчас отвечаю на вопрос, а с чего начать речь? Хорошо. Он убивает внимание сразу же, потому что любая ожидаемость, а это ожидаемый шаблон, она убивает внимание. Любая неожиданность, она включает внимание. Поэтому здесь задача начать с чего-то, что точно эта аудитория не ожидает. Что это может быть? Вопрос в аудиторию, цитата известного человека, история, которая с вами приключилась, когда вы ехали к этим людям, и начинающаяся с фразы «когда я ехал к вам сюда». Или предмет, который у вас в руке, и вы говорите сейчас, у меня в руке находится предмет, с которым сталкивается каждый из вас, и вы держите что-то за спиной. Это жидкость с раствором, который, например, в 19 веке якобы эффективно лечили отслаивающуюся сетчатку глаза. И люди заинтригованы. У нас даже в детском саду девочка всякий раз за спиной что-то держала и говорила, что у меня что-то есть. За ней, значит, полгруппы бегала. Поэтому задача создать интригу. А уже второй фразой или пятым предложением внутри вступления можно сказать «Здравствуйте, меня зовут». Это называется техника обратного представления. Когда вы сначала цепляете внимание, а потом говорите слова типа «Добрый день, меня зовут, и сегодня моя тема». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!